Песня как символ мирной жизни, затем экскурс в прошлое. По словам организаторов, экспедиция имя Кубани не просто поиск людей, без которых немыслим Краснодарский край. Одна из задач – показать непрерывность истории и связь поколений. Вазген Аракелян, полковник Вооруженных сил Армении, живет в Ереване. О дедушке слышал по рассказам. До того, как началась война, Сурен Аракелян служил в милиции. В армию пошел добровольцем. В своем последнем бою на территории Анапского района при штурме высоты закрыл с собой амбразуру Дзота, повторив подвиг Александра Матросова. Почетное звание присвоено деду. Это очень ответственный момент сегодня для меня. Я благодарю всем инициаторам, организаторам этого торжества, в лице мэра этого прекрасного города Сергея Павловича. Очень благодарен, что чтят, чтят, люди помнят. Инна Калинина живет в Москве. Анапу Исукко называет своей второй малой родиной. О деде Дмитрии Калинине знает по рассказам отца и бабушки. В семье чтят героя, отмечают его день рождения, поминают в день гибели, когда он возглавил отвлекающий десант, а оставшись один подорвал себя и врагов гранатой. Мне кажется, что в то время любой советский человек знал, на что он идет. Он знал, что он идет на смерть. Если об этом спрашивается, то да. Мне кажется, что он знал. Всего специальная комиссия отобрала 24 имени и биографии тех, кто жил или живет в Анапе, или чья судьба неразрывно связана с городом-курортом. Имя боевое, имя молодое. Продайверу Никите Ванкову помимо специального диплома вручили документы инструктора. Имя благотворительное, имя духовное, имя трудовое. Это личные вещи Владимира Аванесова, который сделал Анапу детским и круглогодичным курортом. Вера Севрюкова, автор многочисленных работ по курортологии, сегодня, можно сказать, продолжает его дело. Ощущение того, что в жизни то, чего я много сделала, теперь это известно народу. Что все научные достижения, все премии, которые были, о них, может быть, не знали, что теперь будут знать гораздо больше. И не ради меня, а ради той профессии, которую я избрала, и ради тех научных исканий, которые я тоже многие годы проводила вместе со своими коллегами. По словам Веры Севрюковой, на самом деле список людей, которыми Анапа может по праву гордиться, значительно длиннее. И экспозиция, подобные этой, могут быть интересны не только горожанам, но и гостям курорта. Глава города Сергей Сергеев назвал символичным то, что мероприятие проходит в канун Дня защитника Отечества. Анапа славна своими трудовыми подвигами, так же она славна и боевыми заслугами. Сегодня Анапа находится на Южном форпосте на обеспечении безопасности, я имею в виду, честно говоря, нашего государства. У нас живут и проходят службу военнослужащие, у нас получают высшее образование курсанты нашего института береговой охраны ВСБ России. Организаторы отметили, что муниципальный этап в Анапе точно соответствует концепции и духу экспедиции. Имя Кубани – это экспедиция в будущее, в единстве с прошлым и настоящим. Это экскурс в историю в лицах, это патриотическая альтернатива денгоризации нашего времени, это проверка на крепость связи поколений, приемственности поколений, потому что приемственность поколения – это фундаментальная основа сохранения семьи, общества и государства. И этот экзамен выдержали с честью. Спасибо вам огромное и личное вам поколение. На следующем этапе экспертный совет на уровне региона отберет имена, которые войдут в специальный информационный банк. На их примерах в дальнейшем будут воспитывать подрастающее поколение. Итоги экспедиции «Имя Кубани» подведут 13 сентября текущего года, в день 80-летия образования Краснодарского края. Продолжение следует...